Меня зовут Сергей Вакулин, я специалист по информационной и компьютерной безопасности, программист по кибербезопасности. Когда выскачивается какое-то определенное приложение, то оно слишком много будет доступа к хранилищу, доступ к камере, к микрофону, и существуют такие, которые не требуются для их каких-то определенных вычислительных операций, либо по их возможностям. Не требуется доступ к камере, к микрофону, то есть надо перепроверять все приложения на доступность к использованию камеры, микрофона, хранилища и уже самим думать необходимому приложению какой-то определенный доступ к получению какой-либо информации, касаемо, которая хранится на самом устройстве. Очень интересный подход, и немногие люди знают о таком термине, как двуфактная модификация, то есть в тот же день, да. Что это вообще за технологией, что она позволяет вообще делать? При вводе логина и пароля, когда вы заходите в личный аккаунт с ценностями, дополнительно требуется ввести код доступа. Устройство закачивается в приложение Google Логификатор, с помощью которого происходит генерация кода. Генерация кода происходит раз в 30 секунд. Причем технология построена таким образом, что даже если у вас не будет установлено правильное время на устройстве, и часовой поиск, который будет не соответствовать той территории, на которой вы находитесь, то Google Логификатор будет выдавать неправильные соответственно эти коды доступ к различным сервисам. В двухфакторной модификации существует несколько типов подтверждения в кода. Это, как первый, я уже назвал Google Логификатор. Второй — это SMS. У нас наиболее, скажем, распространенный случай, но он не является безопасным. Третий способ подтверждения личности касаемо двухфакторной модификации — это резервные коды. Это, в принципе, скажем, уже старенький способ, конечно, но все-таки он эффективный и им мало подписа. Это когда у вас в распечатанном виде на листке А4 либо в блокнотике эти все коды записаны от доступа. И, соответственно, они одноразовые. Там всего 10 штук. И потом, если заканчиваются уже эти коды доступа, то вы можете их копить спокойно и вновь распечатку делать. Но просто это мало кому как бы нужно, потому что существует же и два других способа, которые больше популярны. Да, они все бесплатные, доступные в App Store и Play Market абсолютно бесплатно. Если мы будем брать, к примеру, в социальной институте, то во вкладке «Настройки» и далее во вкладке «Безопасность» существует история активности. Заглядывая в историю активности, вы увидите там, с какого устройства был совершен вход в ваш аккаунт, с какого города. Подсвечивается IP, адрес устройства, которого выполняется вход. И даже вы можете увидеть время и дату, когда был инициирован вход. Соответственно, ваши устройства там тоже будут добавлены. И с помощью этого вы сможете отследить, был ли инициирован третьими лицами определенными вход в ваш аккаунт. Есть двуфакторная модификация, а злоумышленник не сможет в ваш аккаунт и вам придет уведомление о том, что была совершена попытка входа в аккаунт. На самом деле, нет, безопасно. Большинство удобств, которые созданы для человека, в основном представляют из себя только опасность. Лучше бедовским способом перейти на обычные карты, отказаться от услуг наших российских банков. Нет такой системы, которая была бы безопасна на 100%. Хакерам не представляет ничего из себя, как бы, ничего такого трудного не произошло, чтобы взять и захватить какие-то банки. Нааааа, ладно... Bye. Субтитры подогнал «Симон»